С момента вчерашнего дня или позавчерашнего, когда камень этот доехал, первые результаты я начал их обдумывать, дабы, во-первых, для себя к какому-то заключению прийти, и во-вторых, чтобы это все оформить в какие-то удобоваримые фонетические формы. Сейчас мы это все как бы осмотрим, даже там что-то потрем бритвой какой-то по шаркам, дабы это все можно было послушать фонетически, хотя, конечно, здесь оно такое все скорее на уровне таких каких-то ощущений, их, наверное, даже на слух не поймать, вероятнее всего. Но, опять же таки, поскольку мы берем за основу то, что все абсолютно субъективно, и, естественно, полное право любого оставаться при своем мнении, или там, допустим, в корне не соглашаться, вариантов, в общем-то, миллион. Я, опять же таки, все повествование строится от первого лица, то, что пробую, изучаю и объединяю какие-то данные, я сам, нигде это со стороны не беру, все на основании, в общем-то, тактильных и в меру умственных возможностей логических заключений. Значит, возвращаясь, как бы, к камню, еще раз хотел бы на нем сделать небольшой акцент. Значит, вот так это выглядит. Есть у меня очень такое сильное подозрение о том, что записывающее устройство слегка изменяет цветопередачу. Ну, вот, как правило, бирка заходила вот сюда, она и в данном случае сюда заходит. А здесь было указание о том, какой цвет в данном случае. Ну, тут понятно и так, что цвет это сине-зеленый, поскольку мы сейчас сравним с теми камнями, которые есть у меня. И самое забавное, когда работает лампа на него, значит, при дневном свете он вообще очень сильно в зеленую сторону скатывается. Потому что остальные у меня два камня, они такие, один прям вообще он такой темный-темный, а второй он как бы так больше в синюю, наверное. Хотя, доводилось мне видеть темно-синие, ну, вот те, которые тут на лейбах написано Dark Blue, они прямо вообще там, вот именно такие, синие-синие, а эти как-то больше в серую сторону. Значит, да, пока мы не начали, в общем-то, с этими камнями, еще один вывод, к которому я пришел в погоне за... Не за абсолютной величиной, не за абсолютной остротой, как бы в моменте выхода от бритвы, как бы после заточки. А скорее в сторону максимально долгого удержания этой области режущей кромки в состоянии в рабочем. Что имеется в виду? Опять же таки, долго-долго думал, наверняка все об этом уже знают, все будут хихихать, показывать пальцем, но лучше проговорить это вслух, дабы... Эта мысль показалась бы полезной и новой для тех, кто, как бы, этого еще, как бы, не дошел своим умом, скажем так. Вот осталось у меня в сегодняшней заточной сессии два моих рабочих камня. Оба шептаны, двойка шептан глаз. Должен отметить, по факту она, кроме как, безусловно, гораздо большей твердости и, соответственно, меньшего вырабатывания, то есть дольше держит форму без образования на нем конвекса в срединной части. Так, с обычным ПРО, вот с такой серией, они очень-очень мало различаются. Поэтому, если так, чтобы не психовать, за идеалом не гнаться, можно обычный шептан ПРО купить двойку и прекрасно обрабатывать. И, собственно, восьмерка. Значит, касательно двойки. Любой начальный камень, естественно, он самый грубый. Самый грубый, в нем заключено зерно, которое прорезает, вероятно, самую такую, самую откровенную, самую глубокую риску. Следующие камни, они призваны эту риску уменьшить или, по возможности, ее убрать вовсе. Прежде всего, и это фундаментальный момент, сейчас Максим Николаевич опять начнет в меня шапками бросать. Говорит, я тебе уже казав, ты широкий в домок. Но, опять же таки, лучше лишний раз проговорить это вслух. И вот это проговаривание вслух, оно даже для себя потом на какой-то вывод может натолкнуть. Итак, вот у нас камень. Он риску нарезал. И опять же таки, мы берем, допустим, какие-то идеальные условия. У нас там бритва новая или не требующая ремонтных работ по удалению каких-то сколов, заминов, скажем так, увеличенных конвексов в районе РК и так далее. Мы поработали бритвой по камню. Вот забавная штука. Если раньше я плюс-минус, дабы это все дело систематизировать, я работал в среднем, будем так говорить, 100 проходов на каждом камне. Ну, по крайней мере, на начальных точно. На вот этих двух начальных по 100 проходов на каждом. Теперь все поменялось. Ну, вернее, как оно... Я надеюсь искренне на то, что оно усовершенностность. В чем смысл? Можно это назвать, наверное, оверхоном. Как угодно это можно назвать. Но пришел я к выводу к такому. Что, допустим, вот... Накинул я для начала вот на камне 20 кругов. Круг это движение туда-назад. 20 накинул, посмотрел. Есть ли выход на режущую кромку рабочих фасок с обеих сторон равнозначно и по всей линии клинка. Вот мы бритву уберем, начинаем ее точить. И вот от места от этого начала режущей кромки и вот до этого места, до окончания. Вся ли кромка у нас прорабатывается с обеих сторон. Как только это происходит, это очень важный момент, он, безусловно, он дело замедляет. Поскольку это надо каждый раз прерваться, это бритву надо помыть, это бритву надо протереть, это надо очки снять, это надо микроскоп настроить, в микроскоп этот посмотреть, все внимательно с обеих сторон. Потом опять же такие очки надеть, камень сполоснуть и при необходимости еще доработать. То есть масса операций, которые, естественно, процесс увеличивает во времени. Вот после 20 проходов, допустим, эффекта 0. Можно добавить еще 20 или даже еще 30 проходов, отталкиваясь от того, что нам бритва показывает. Какой достигается эффект этого всего? Как только у нас выход на кромку есть, со следующим камнем будет гораздо проще, мы сейчас к этому подойдем. Так вот с первого камня, как только у нас вот это образование этого равнобедренного треугольника произошло, то есть у нас произошла встреча двух фасок в верхней мертвой точке, на всем протяжении клинка, то есть образование режущей кромки, надо работу срочно прекращать. Если этого не сделать, если этот момент пропустить и переработать, а в особенности, если камень там, допустим, какой-то некачественный, у него неравновеликие зерна абразивные, которые в связку заключены, тогда в таком случае вот эта риска глубокая, она там и останется. И мало того, что она там и останется, произойдет вот этот, опять же таки, чем страшен оверхон? Оверхон страшен тем, что вот как только у нас фаска образовалась, а мы продолжаем перетачивать, то происходит вот такая ситуация. И тогда уже истинная вершина вот здесь, а вот это все, вот эта требуха сверху, это вот этот так называемый заусенец. Его можно как угодно называть, но, короче, не суть. Но одно дело, это заусенец сам по себе, вот эти вот бахрома, которые болтаются, а другое дело, если вот так посмотреть, то вот эти части, то есть вот эти риски, они же, соответственно, вот в этих, грубо говоря, желобках, в следах своих, они же сталь прослабевают, естественно. И потом, если вот это все безобразие так и остается, то потом со временем, опять же таки, щетина, это такая сверхнагрузка для клинка, потом и ремень для правки, и льняная стропа, все-все-все будет на это влиять. Влиять, естественно, агрессивно и в определенной степени негативно. То есть они будут стараться это все дело выламывать, выравнивать, выкручивать, как угодно это может произойти. Поэтому сейчас очень важно, особенно на сталях, на каких-то таких капризных, на там сверхтвердых сталях или там сверхсухих, или просто на сталях, которые требуют к себе внимания. Вот это такой важный момент. С первого камня и потом начинается ситуация, ну, со вторым уже гораздо проще. В чем простота? Вот у меня есть камень, производитель рекомендует на нем наводить суспензию его же. Это можно сделать, опять же таки, алмазной пластиной. То есть натерли, из него суспензию выбили. Либо какой-нибудь нагурой, которая тверже, чем вот этот камень. В таком случае будет он отдавать свою собственную суспензию, и на вот этой взвесе, собственной же суспензии, будет осуществляться заточка. Я, как нагуру для этого камня, использую вот этот гокумьё 20-тысячный. Он тверже, тверже, безусловно. Он имеет вот такую неровность, скажем так. Я очень прекрасно, начиная, естественно, с краев, подгоняя приблизительно вот до этого уровня, для того, чтобы здесь не нарывать опять яму. Я добываю его собственную суспензию. Как только эта суспензия выбита, я сделаю следующее. Я делаю техбарьер. Очень важно, техбарьер. Я взял и, естественно, кромкой по камню провел. Вот у меня три отметки. Раз, два и три. Вот так я провожу. Один раз провел, естественно, под весом бритвы самой. Один, два и три. Вот я сделал техбарьер. И после этого, у нас уже здесь суспензия есть. Я начал бритвой вводить по камню. По поверхности вот этой суспензированной. И вот я должен... А, еще один момент. После того, как вот эти вот техбарьер троекратные я выполнил, в обязательном порядке я смотрю вот таким вот образом под прямые лучи света. Ну, от лампы, допустим, как в моем случае. Всегда после вот этого техбарьера у нас будут засветы по всей длине режущей кромки. Потому что мы ее по факту убиваем о структуру камня. Так вот, я должен отметить, что как только в работе по камню мы от этих засветов избавились, надо опять же такие... Ну, я моментально прекращаю работу по камню. Все. Причем, самое паскудное состоит в том, что достаточно сделать 20 проходов. И, как правило, если все в порядке, то эти засветы пропадают вовсе. И получается невозможно вообще выловить, где у нас эти фаски сходятся. Ну, засветы видно сразу, я так скажу. Если не избавились, можно работнуть еще там 10 проходов. И еще посмотреть. Лучше, мне кажется, сейчас... В общем-то, о чем речь? Основной посыл в чем? Лучше не доработать и потом вернуться провести операцию еще раз, нежели переработать и добиться вот этого ослабления металла вот в районе режущей кромки. Мне кажется, это очень важно. И это даст отличный результат именно для стойкости режущей кромки в далекой перспективе наперед. С этими камнями мы разобрались и с фасками, с рисками разобрались тоже. Значит, теперь по поводу камней. Как показался этот камень в работе для меня? В общем-то, есть ли фундаментальный вопрос, есть ли значительная разница в вот этом атрибутированном? Вот камень, про который я говорил, он абсолютно новый, у него вот острые вот эти все грани, естественно, он точно такой же как бы по размеру. Значит, я не знаю, будет ли это видно и заметно по цвету, но вот этот камень, он очень сильно как бы в синюю сторону, сине-серую такую отдает. Вот этот, естественно, он больше и зеленит. Пока мы сейчас рассматриваем только цветовые отличия. Сейчас мы наведем на них на всех суспензию. И там бритва я шоркну пару раз. Для того, чтобы еще составить представление, как ее слышно. Или, допустим, вот этот доисторический камень. Вот на фоне вот этих двух камней, он, естественно, он отдает гораздо более как бы в зеленый, в зеленый тон. Так, сейчас я просто коробочки приберу. Вот эти как бы они, ну, на видео они как бы, в общем-то, похожи. Хотя, вот, наилучшее их сравнение между собой. Этот прям вообще падла черный. И он, наверное, из них самый, самый такой мягкий, но при этом он имеет определенную такую рыхловатость. Вот эти два очень похожи. Но вот этот камень, за счет того, что, ну, я, конечно, не гемолог. И мне как бы такими определениями оперировать не совсем с руки. Однако, то, до чего додумался и я. Вот у меня сложилось такое впечатление. И оно и тактильно сложилось, и зрительно, и даже при наведении суспензии это ощущение не покидает. Вот этот камень, по сравнению с вот этими камнями, он на какой-то процент, на небольшой, но, быть может, там, процентов на 10. Он более глинистый. Сама по себе суспензия, она, она одинаковая с этих камней. То есть порода дает одну и ту же, одну и ту же взвесь. Но, вероятно, вот какая-то в связке какая-то собачка порылась. И вот он из них, он такой самый глинистый. По плотности, сейчас быть может, возьму вот такую. Но этот чуть выше, тоном. Вот этот, как поплотнее, как потверже чуть-чуть. Вот этот самый низкий по тону звук, как мне кажется. Еще раз. Так. Этот самый высокий. Наводил суспензию на них. Она плюс-минус высыхает. Она, конечно, когда мокрая, вот в этих камнях она посерее. Ну, понятное дело, из-за того, что как бы окрас другой. Вот здесь она посветлее. Но именно глинистость, вот его, от них отличает. Может, это просто непосредственный, вот этот попался мне, вот такой экземпляр. Или они отбирались таким образом, чтобы вот эта глинистость была. Опять же таки, сказать, что он там работает медленнее и более тонко, я, наверное, не могу. Потому что вчера вот эту бритву я тренировал. И получается так, что вот на этом камне я сделал, допустим, первые две трети. И потом я в микроскоп глянул, одна треть, у меня получилось так, что нос я не доработал. Думаю, о, отлично. Я этот камушек в сторону отложил, взял этот камушек, навел точно так же. Для чистоты эксперимента только алмазной пластиной, ничем не разбивая его впоследствии. И вот на такой суспензии я вот этот отрезок закончил. В микроскоп я разницы не увидел вообще. То есть результаты работы вот этих двух камней абсолютно были одинаковые. Но и, наверное, в бритье, если, допустим, обработать и на этом камне, и на этом, то, наверное, разницы, ну, она просто не ощутится, поскольку, опять же таки, по-прежнему я больше 50 проходов на камне не отрабатываю. А с учетом вот этих вот выкрутасов по критичному максимуму проходов на любом камне, так вообще больше 50 не надо. Ну, вернее, как, каждый может делать все, что угодно, но я для себя пришел к такому выводу. А вот теперь самое интересное. Относительно глини, глинистости. Есть у меня камень. Я его показывал тысячи раз. Имеет он, любая я называю его стекляшечка, он имеет запредельную твердость. Если есть такое определение, ну, если есть гостиницы 7-звездочные, хотя их только 5 звезд, то это, наверное, по твердости шестерка. Ну, или 5, 4 плюса. Еще раз. Он караул какой твердый. Он просто чрезмерно твердый. При всем при этом, у него очень большая глинистость. Вот я бы так сказал. Вот я сейчас, мы сейчас это все делаем. Я, вернее, попытаюсь показать им на все, как это выглядит в очереди, или как это вижу я. Так, вот начнем мы, якобы, с самого тверденького из них. Вот такая структура наблюдается в намоченном состоянии. Темненький. Практически она однотонная, никаких не имеет ни разводов, ни изменений колора. Так, тысячная сторона вот здесь. Здесь еще по нему нюансы, у него грани не скругляли, естественно. Поэтому это тоже необходимо учитывать. Вот он такой в намоченном состоянии. Сейчас еще водички поддам. И мы послушаем, как на нем шелестит бритва. Так. Ну, успеем все. Еще воды дам. По-сухому он не елозил. Тактильно все кормят приятные. Я же говорю, вот этот зеленый змей, он такой, ну, на какую-то там долю буквально, такой более, как, опять же, таки, глинистый. То же самое. Структура однородная, без включений, без изменений цвета. Ну, вот какая-то малюсенькая, какая-то точечка такая. Ну, вот, раз, два, если быть точным, и три. Вот так. Так, сейчас сполосну для чистоты. Здесь, я бы сказал, чуточку полегче добывается суспензия. И оно прямо начинает, может быть, из-за того, что объем большой, очень быстро начинает подлипать. Так, сразу сполосну. Споласкивать все привык. Время такое неограничено. Так, продолжаем. Пока там бас звучит, я думаю, нам не помешает. Слушаем. Тактильно вот эта мягкость чувствуется. Ну, опять же, таки. Принципиального отличия. Я не наблюдаю. Так, бритву протираем. Специально я их не вытираю. Они подсохнут там. Мы посмотрим, что по цвету суспензия. Одна и та. Так, а вот и этот. Вот и зеленый. Вот у него, кстати сказать, у него порода неоднородная в плане цвета. Диагональной стороной она делится на две части. Вот эта часть, она... Так, чтобы было видно. Вот эта часть, она светлее. Вот эта часть темнее. Как только он намокнет, это будет более явно. Барбер сдувает. Так, ладно, смех смахан. Так, чистая. Тоже добывается легко. И вот опять же, таки. Вот она, она, во-первых, светлее сама по себе. И бритва по ней едет. Так, чуточку, чуточку. Более такой, как бы, ход, я бы сказал, если так можно выразиться, масляный. Так, вода мне нужна. Так, слушаю. А еще я заметил такую ерундулечку. Вот этот камень подсыхает быстрее, чем вот эти. Ну, можно было бы сказать, если сравнивать его с большим, у большего, у большего, у большего, у большего, у большего, у большего, там задерживается воды. Но даже вот между этих двух сравнивать. Вот еще я водички поддам хорошенько. Но, я не знаю, это ни лучше, ни хуже. Просто такая особенность. Не более того. Ну, вот опять он получается такой, как быстро, быстро подсыхающий. И чуточку-чуточку, на самый какой-то там микро-процентик, хотя, наверное, как бы, чуть-чуть он такой, кажется, однороднее, тем сильнее и быстрее бритва к нему подлипает. Так, значит, бритву я сполоснул. В общем-то, как бы, опять же-таки, по камням тут больше, по этим, по крайней мере, рассказывать нечего. Остается мне показать вот этот, скажем так, эффект глинистости на вот этом супер-твердом японце. У меня есть... Так, где наш второй рабочий японец? Есть второй японец, он там значительно мягче. Ну, не то, чтобы прям вообще катастрофически, но помягче, конечно, будет. Тут, конечно, колор богатейший. Осень во всей красе. Золотая осень. Так. Тут, конечно, не так просто это все дело организовать имеется в виду суспензионное освобождение. Вот она прямо такая, я бы сказал, идеальная. Она прямо чувствуется, надо еще воды добавить. Чувствуется, что она тончайшая вообще получается. На этом камне больше 20 проходов вообще нельзя давать. Как бы это странно не звучало. Так, сейчас я пластинку пластинку с полосы выкру. И мы вот этот камушек пощупаем. Это он, наверное, самый такой, самый сложный в понимании, но единовременно с тем самый, наверное, интересный. вот мне довел я, надо было чуточку больше суспензии навести. ну тут прям вообще. и при всем при этом он работает очень быстро. я думаю, еще 30 проходов дать и вот такая работа в касании легчайшая, она все равно начнет перерабатывать суспензию, изменяя ее кулор в результате добавления частиц металла и ее структуру. Классные шахады. Чего и говорить. так, конечно, ничего мы не покажем. Вот, много воды дал, еще в хате холодно, поэтому вода не испаряется. кратенький вывод. Если речь идет о тех тюрингийцах, которые тюрингийцы-тюрингийцы, не электроштейны или шведештейны эти, что у них там еще, франконцы, но франконцы это, по-моему, там отдельная порога. гнаться за сейчас момент, мы один камень не посмотрели, поставлю на паузу, принесу светло-зеленый от Питера, момент, раз, и два, вот светло-зеленый. Сейчас, я думаю, мы сделаем вот так вот, желтенький, мы вот так в сторонку отодвинем, возьмем этого змея, вытрем, и сравним их по-сухому. Естественно, из них двоих этот будет казаться таким, как бы, серым, соответственно, этот по сравнению с ними будет истинно черным каким-то, черным причерным. Так, тем временем, ну, кстати, сказать, сказать, что вот этот камень там какой-то как бы особо глинистый, я, наверное, он еще неровный, специально ближе к краям скруглял, скруглял, отлично глинистый, глинистый, как таковой, я в нем, ну, по крайней мере, он как-то, он тверже, тверже прилично, чем все эти камни, ну, японца я, естественно, не беру, от теренгийцев есть, но он прямо твердый-твердый, твердеет значительно, так, надо быстро вытирать, вот такая вот по ним ситуация, значит, вполне вероятно, и от этого, я читал, где-то в каких-то талмутах, стоимость от того и, скажем так, варьировалась на теренгийце непосредственно, что более темные породы, они были поплотнее, потверже, тем самым легче их было добыть, но вполне вероятно, что вот этого эффекта глини, глинистости, то есть более мягкого хода и как вариант более высокого результата заточки, они, может быть, не давали в такой степени, как давали более мягкие породы, относительно более мягких пород, когда-то я об этом уже говорил, вот прошу обратить внимание, вот этот камень, естественно, я на него не дышу, и при всем при этом вот такая вот у него чешуйка в результате какого-то непонятного воздействия, вот она обломилась с него, ну, я запечатывать его не стал, потому что он там никаких видимых, ни трещин, ни расслоений он не имеет, все, все грани у него и так скругленные, ну, а рабочие, естественно, я скругляю постоянно, ну, вот таким вот образом, и вроде бы, как бы, у светлых камней, я и видел это неоднократно, светлые породы, они вот именно к этому какого-то не то, чтобы слоистости, но они как бы так, ну, наверное, можно было бы их назвать там более, более хрупкие, ладно, ничего не буду, уже прибирать, уставим бардачок, какой есть, вот такое мое абсолютно субъективное заключение по этим камням, еще раз, учитывая объем их применения в заточном сете, если попадается в руки просто тюрингиец, необязательно атрибутированный, но у них атрибутированный и не атрибутированный, у них там разница порой бывает даже не в два раза, здесь понятное дело, здесь прочитать, если так уже заниматься буква-копательством, то никакого слова здесь понять, естественно, разобрать невозможно, вот, а ну-то эти бирки есть, ну, они физически присутствуют, но они никакой информации в себе не несут, поэтому можно только себя успокаивать морально, что это вот это эшер, это самый шредина есть эшеровый эшер, вот, ну, а так, и еще один момент, вот есть у меня рабочая вот эта бритва, ну, скажем так, тестовая, испытательная, бритва-испытатель, вот это все осознав по количеству максимальных проходов, это, кстати сказать, это бубенчик, да, у нас? Да, бубенчик, 71-я модель в размере 6,8, тут была трещина, я тут это все мероприятие обрезал и сделал такой походный вариантик, будем так говорить. Так вот, опять же таки к вопросу, казалось бы, что такое 50 проходов, даже 20 проходов, ну, что это такое, вообще не о чем. Вот этот камень я взял, на этом камне я сделал финиш, ну, то есть, финиш вот это все, то есть, бритву я на нем закончил, я побрился, сталь прекрасно мне знакома, я знаю, как они работают, как они бреют, имеется в виду, это все очень мне хорошо знакомы. Вот на том камне я, а, да, момент, надо еще опять же, для полного понимания картины, и вот мой рабочий камень, он, естественно, он где-то 5, пятерочка, но он значительно мягче, вот эта ткань, и, 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 естественно, никакого эффекта подмокания у него нет, значит, я вот этой стороной чистой, вот и здесь наводится суспензия классно, и, сейчас даже манер на бритву и по нему шуркнет, потому что у него уже, в общем-то, там, рабочего состояния туда-сюда дернуть. Ну, вот как ни странно, вот он такого глиняного эффекта не дает. Не такая у него какая-то вот именно плотненькая вот эта структура, какой бы объем суспензии не выбивался. Отлично камень работает. Никаких нарицаний у меня нет. Справляется с задачами на ура. Но структурно он не такой, как этот. В этом-то вся прелесть и состоит. Лучше иметь всегда во-первых, скажем так, 30 камней вместо 5, безусловно, из которых 27 камней не используются. до какого-то определенного момента. Потому что, опять же, если в это все погружаться максимально глубоко, то, помимо всего прочего, очень сильно решает вариативность применяемого инструмента и расходных материалов. Очень сильно. это так поработал, как-то что-то мысль какая-то новая пришла или какой-то нюанс получился. Все же стали разные. Двух бритв одинаковых мы это все прекрасно знаем. Нету. Поэтому каждое надо подбирать непосредственно какое-то индивидуальное решение. Вот надо индивидуальное решение. Допустим, вот данный конкретный клинок, он требует вот такого камня или вот такого камня. Или вот на 2000-ом шептане можно заканчивать шуткой. Поэтому все, что я хотел сообщить на этот счет. Очередной реферат подошел к концу. Спасибо за внимание и до скорых встреч в эфире. Пока.